Друзья, всем привет! Сегодня в новостях. Есть очень интересные новости, но чтобы у вас было понимание, о чем идет речь, немного информационной справки. Наверное, каждый из вас слышал о том, что наш центральный банк, как и все банки мира в однополярном американском мире, который образовался в 1991 году, работает в интересах Федеральной резервной системы США. Федеральной резервной системы – это, так сказать, центральный банк США, который печатает доллары. Тут все логично. Доллар – главная валюта мира, а значит, все банки должны придерживаться правил его создателя. Так вот, услышав эту информацию, у многих возникает вопрос, а что мешает правительстве национализировать наш Центробанк, послать куда подальше этот самый Федеральной резервной системы США и заставить ЦБ работать в интересах России? На этот вопрос уже отвечали множество экспертов. Например, историк Андрей Фурсов говорил, что если Россия попробует это сделать, национализировать ЦБ РФ, то он объявит самым влиятельным семейным кланом мира, которому принадлежит Федеральная резервная система США. Или вот еще слова экономиста Валентина Катасонова. Если Россия попытается преобразовать Центральный банк и Суренсу Барт сделать действительно банк, который занимается рефинансированием, рефинансирование идет до реального сектора экономики, уверяю вас, здесь могут быть такие майданы. Мало не покажется. Так вот, хоть я множество выпусков посвятил теме хозяев денег, кратко напомню для тех, кто пропустил эти выпуски. Главная валюта в мире – это доллар США. На эту валюту практически во всех странах можно купить все, что угодно. Самое поразительное тут то, что этот самый доллар печатает частные учреждения Федеральной резервной системы США без ограничений. Ну, нет у этого заведения какого-то лимита. Естественно, Федеральная резервная система США хоть и является частной структурой, но она очень тесно работает с государством США. У них некий симбиоз – государство США печатает так называемые облигации, а Федеральная резервная система США печатает доллары и скупает их. Вот так, среди прочего, в бюджете США появляются средства на содержание собственной страны. Они производят бумагу, на которую со всего мира высасывают реальные блага. Историю этого главного мирового обмана я рассказывал в одном из своих выпусков. Обязательно посмотрите. Так вот, в нем, среди прочего, опираясь на работы авторитетных исследователей типа Роберта Керби и Юста Самулинса, я приводил конкретные имена тех, кому принадлежит эта самая Федеральная Резервная система США. В принципе, возможно, правда, что те, кому принадлежит Федеральная Резервная система США, работают не ради получения прибыли, они работают ради получения власти. Деньги у них и так есть. Огромные деньги, которые они себе могут напечатать в любых количествах – прям триллионы долларов. К слову, эти люди владеют тем предприятием, которое создает то, ради чего создаются другие крупнейшие компании мира – деньги. Сейчас будут факты. Так вот, ранее указывалось, что Федеральная Резервная система США скупает облигации у государства США. И так в американском бюджете появятся деньги. А вот теперь история о том, как появляются деньги у тех самых семейных кланов, которым принадлежит Федеральная Резервная система США. В 2011 году в первый раз за всю историю Федеральной Резервной системы прошел аудит те проверка этой организации со стороны властей США. Данное событие стало возможным из-за финансового кризиса 2008 года. Самое интересное, что проверка выявила то, что Федеральная Резервная система США просто так напечатала и раздала крупнейшим банкам мира более 16 триллионов долларов. И это не кредитные средства. Таким образом, этот аудит подтвердил расследование исследователей Кербии и Мулинса о том, что Федеральная Резервная система принадлежит ранее озвученным семейным кланам. Медведев предложил оценить убытки от санкций и потребовать компенсации от Запада. Похоже, что Россия затевает очень глобальную игру коллективного Запада, причем настолько масштабную, что и Советский Союз, кажется, на такое не решался. Дмитрий Анатольевич Медведев провел учредительное заседание Постоянного комитета. Тема, которую теперь продвигает Россия, абсолютно небывалая. Мы решили взыскать с Запада все те убытки, которые понесли в результате их санкций. Причем Россия, как правоприемница Советского Союза, намерена оценивать и взыскивать ущерб еще с далеких советских времен. Нетрудно оценить масштаб подобного замысла. Собственно, никто и никогда еще такого не делал. Но с другой стороны, и Запад ведь тоже не осыпался с такой скоростью последние 500 лет. Если во всем этом элемент популизма, он не просто есть, но и является главным в этой истории. Как только страны третьего мира, так называемые, прознают о том, что Россия затеяла эту движуху, они тут же захотят, естественно, к нам присоединиться и тоже попробовать что-то из Запада вытащить. Во-первых, это добавит России сторонников. Нам сейчас вообще крайне не помешали бы любые союзники. Россия начинает продвигать не просто весьма хорошую идею, но и саму справедливость как таковую. Раньше Запад приносил извинения, платил какие-то компенсации и ущербы лишь тем, кому сам считал нужным. И, разумеется, в тех объемах, которые ему нравились. Такой ситуации, чтобы кто-то указал всему коллективному Западу со стороны, сколько он задолжал и взыскал бы эту сумму, не спрашивая их согласия, такого не было. Во-вторых, это придаст действиям России вполне определенную легитимность. Потому санкции, которые изобрел Запад, это ни о чем. Нигде не сказано, что отдельные страны могут выдумывать произвольные санкции против других стран. Это противоречит уставу ООН. А вот добиваться законной компенсации за нанесенный ущерб – это дело перспективное. А уж если, используя свой политический и прочий ресурс, заниматься выбиванием долгов для других, тут у России сразу будет сторонников. И мы такие санкции тоже смотрим, смотрим на ущерб и собираемся его подсчитывать, чтобы в определенной ситуации предъявить странам, которые водили в отношении России санкции, понесенные нами убытки, заявил Медведев. Америка начала заниматься Грузией в своем привычном стиле, готовя там какую-нибудь революцию петуний, восстание фикусов или бунт гладиолусов. Собственно, производить перевороты – это уже почти единственное, что Америка пока еще умеет производить, если не считать санкций, тут у них вообще все блестяще. При этом сама Грузия разделена, и часть ее, страстно жаждет вернуться под владычество Гегемона, категорически не желая помнить, до чего довело страну это владычество в прошлом. У нас самих до сих пор полно таких ждунов. Больше всех негодует, конечно, президент Соломи Зурабешвили, прямая ставленница Запада, которая вдруг расплакалась, и вот это очень сильно неспроста, что США отказались проводить свои игры в стране. Хотя тут можно и не ссылаться на далекую Америку, у Грузии есть личный богатый опыт по поводу того, как ведет себя Вашингтон, когда защита, которую он так громко обещал, вдруг становится нужна. Но почему-то Вашингтон вдруг ничего не делает, отмораживается, и все проблемы приходится решать один на один, даже без какой-то коалиции. Напомним, что США обещали пересмотреть отношения с Грузией, и как раз в рамках этого обещания отменили ежегодные игры. Сегодня я начинаю всесторонний пересмотр двустороннего сотрудничества между Соединенными Штатами и Грузией. Вашингтон надеется, что грузинские лидеры пересмотрят закон, чтобы продвигать демократические и евроатлантические устремления. Пока мы пересматриваем отношения между нашими двумя странами, мы будем учитывать действия Грузии при принятии собственных, говорится в распространенном заявлении госекретаря Блинкина. Но дело в том, что президенту Грузии Зурабешвили не просто так, разумеется, срочно затребовались американские контингенты. Вот прям жить она не может без поддержки Пентагона, с чего бы вдруг. А с того, разумеется, что при поддержке Пентагона гораздо проще устраивать бунт фикусов, который они явно будут поддерживать со своей стороны. Тут же пришел очень интересный документ из Европы. Грузинскому правительству почти прямым текстом сказано, что вы не спешите пока принимать закон, мы, мол, до конца года у вас власть сменим, тогда нам и отменять ничего не потребуется. Прямым текстом. То есть Запад даже не шифруется по поводу своих планов. В Грузию, вы не поверите, пришла директива аж от самой венецианской комиссии, где от Белиси требуют это бесподобно срочно покончить с культом семьи. То есть семья – это плохо. Культ семьи, культ здорового образа жизни, культ законопослушности, буквально все, что раньше считалось добродетелью. И что государство во все времена должно было продвигать и поддерживать. Все это объявлено культом и подлежит немедленному сносу. Впрочем, судите сами, вот текст, поступивший из Европы. Венецианская комиссия выражает озабоченность тем, что законодательная инициатива, ставящая целью пополнения Конституции Грузии и касающейся крайне чувствительного вопроса, имеет место в период, который характеризуется мощными, длительными многолюдными протестами. Более того, все сказанное происходит в период, когда до выборов остается всего несколько месяцев, при этом совершенно игнорируется беспокойство, выраженное несколькими международными наблюдателями.